Добрый день! 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 пытаются подавать это не бандера приносит своей команде 17 очко нергон тарасов хорошая подача справляется с приемом павлов не успевает на этот мяч максим станицкий выигрывает 18 очко команда среднеколымского улуса нергон тарасов продолжает подачу его сукулов хороший прием поля фиксирует мяч попал площадку фиксирует первый судья до касания валентина парилова мяча просто дважды перебрасывает связующие команды георгий сазонов номер шесть среднеколымского района улуса выигрывает очко виталий бандеров у него хорошая силовая не полетела чересчур далеко подбросил мяч нергон сивцев связующей команды алекминского района по пальцам прошелся валентин парилов и выиграл 20 очко для своей команды 20 20 николай павлов просто переводит мяч на сторону противника оставили незащищенным участок первой зоне туда направил мяч николай павлов силовая подача в исполнении николая павлова хорошей хорошая подача василий горбунов откусился к первому темпу и выигрывает двадцать второе очко аут улетает мяч двадцать один двадцать два двадцать один двадцать два лидер команды среди голымску улуса сергей лаптев аут улетает после атаки егору скулова мяч на высоко далеко от блока на этот раз сергей павлов добивает мяч до пола и выигрывает двадцать третье очко двадцать четыре двадцать два двадцать четыре двадцать два не справляется с приемом Виталий Бандеров и счет первой партии двадцать пять двадцать два выигрывает команда Литвинского района литвинского района литвинского района Продолжение следует... 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 Олег Васильев, либерокоманда Олегминского района. 3-3. Капитан команды Средниколымского улуса Сергей Лаптев, номер один. Ион ошибается. 4-3. Николай Павлов. Мяч на вылет. В исполнении Николая Павлова не смог принять мяч Сергей Лаптев. Второй эйс в исполнении Николая Павлова. Третья подача улетает в аут. 4-6. 4-6. 5-6. Не подняли друг друга в этой ситуации. Нергун Сивцев и Василий Горбунов. Аут. Улетает мяч после подачи Валентина Парилова. На площадку возвращается Максим Станицкий. На вашем экране Василий Горбунов. Пошел на этот мяч Егор Сукулов. Но почему-то потом взял и остановился. Не стал бороться до конца. Сергей Павлов расстреливает площадку советских волейболистов. 8-6. И сейчас становится 8-6. Сергей Павлов. Нергун Тарасов отыграл фельмо и очко для своей команды. Пошел сам подавать. Прием в исполнении Олега Васильева. И сильный, хороший удар нападающий продемонстрировал Егор Сукулов. 10-7. Егор Сукулов. Сергей Лаптев. Мощный перевод с 4-й по 4-ю зону. Чуть-чуть не успел переместиться Олег Васильев под этот мяч. Виталий Бандеров. Силовая подача. Ошибается, к сожалению, Виталий Бандеров. Сергей Лаптев выступил в амплуа центрального блокирующего в третьей зоне. Не достал данный мяч. Команда среднепутинского «Арклуса» проиграла 12-е очко. Николай Павлов выигрывает 13-е очко. Сергей Лаптев, к сожалению, ошибается. Мяч проскользнул по верхнему краю сетки и улетел в аут. Вау посылает мяч Андрей Бережнов. И при счете 9-15 тайм-аут берет команда среднеколымского района. Команда среднепутинского «Арклуса» проиграла 12-е очко. Александр Петров, Константин Кривых. Центральные блокирующие команда летнепутинского района. Вместо них играют Василий Горбунов. Максим Станицкий. Мергун Сивцев. Улетает мяч в аут после его подачи. Улетает мяч в аут. Улетает мяч. Улетает мяч. Улетает мяч. 16-10 Беспорный момент возник В ходе встречи Розовича Хороший, мощный удар От Павлова Николая Атакуя на пустой сетке Сергей Павлов Попадает мячом Вантенну 11-16 Шукулов Егор Выигрывает 17-е очко Пробил блок Василий Горбунов Хороший прием Виталий Бандеров С четвертой зоны Отыграл в защите Чужой мяч зацепил Сергей Павлов И команда Среди Колумбского Улуса Выигрывает 13-е очко 12-17 12-е очко АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Нарушение расстановки проверяет судья, поэтому небольшой образовался перерыв. Проверяют расстановку команды. Встречают с протоколом. Команда среди Крымского Улуса нарушила расстановку. Максим Астаницкого закрывает Нергун Тарасов. Ошибается Валентин Парилов. Восемнадцать тринадцать. Сергей Павлов среагировал на отскочивший от блока мяч. Чуть не успел. Мяч улетел от его рук в аут. Готов к подаче Андрей Бережнов. Валентин Парилов. Ошибку зафиксировал судья на вышке. Ошибается третий номер команды среди Крымского Улуса Андрей Бережнов. Очень много ошибок при подаче. Крымского Улуса Андрей Бережнов. Крымского Улуса Андрей Бережнов. Выигрывает в этой ситуации Максим Станицкий. Максим Станицкий. Двадцатый очко. Он намного выше связующего команды среди Крымского Улуса Георгия Сазонова. Очередную очко выигрывает команда Олегминского района. Ещё тоже становится двадцать один пятнадцать. Егор Сукуев подаёт. Хорошая доводка в исполнении Либера Богдана Кулагина. Ждёт передачу Николая Павлов. Тросс... Да, к сожалению, ошибается. Двадцать 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 шестнадцать. Хотел скинуть между блоком и антенной, но попал в трос. Приём. Николай Павлов Игра продолжается Трос зафиксировал Судья Явный трос 23-16 23-16 Концовка второй партии Мяч Переходит на сторону Команду Алюкминского района Виталий Бандеров остался Без нападающего удара Сорвался мяч 48-го номера Бандерова Вадима Вышедшего на замену 24-16 И счет становится 24-16 Концовка Вторую партию Сочетом 25-16 Выиграла команда Алюкминского района Общий счет в партиях 3-0 2-0 В пользу команды Алюкминского района Спонсор нашей трансляции Центр недвижимости Триумф Инвест Центр занимается продажей Покупкой любой недвижимости И строительством частных домов С нами вы воплотите мечты В реальность Центр недвижимости Триумф Инвест Центр недвижимости 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 Продолжение следует... 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 Пятое очко для своей команды. Игра в третьей зоне. Выходящий мяч задевает Нюргун Тарасов. Мяч улетал в аут. На замену вышел Александр Петров. Мощный удар в исполнении Николая Павлова. Ошибка при исполнении подачи Александра Петрова. 6-11. Ошибается Василий Горбунов. Выигрывает верховенство Василий Горбунов в сражении с Виталием Бандеровым. Исчет становится 13-6. 13-6. Сергей Лаптев. Одно из немногих нападений со второй линии. Задевает сетку. Егор Супер. 7-12. Сергей Павлов. Одна ошибка. Чужой мяч задевает Сергей Павлов. Николай Павлов добивает 13-е очко. Хороший дозированный удар в исполнении Лаптева Сергея. 14-7. Приносит результат. В этот раз Николай Павлов ошибается. Замена в команде Средниколымского района. Место игрока номер 11 Виталия Бандерова. Игрок номер 10 Игорь Сырылкин. Вышел на замену самый молодой игрок в составе сборной команды Средниколымского района. 2003 года рождения. Парень. Игрок номер 10 Игорь Трилгин. Благау в исполнении Валентина Парилова. 9-14. Резкий прыгучий парень. Игорь Трилгин продолжает подавать. К сожалению, вторая подача улетает в аут. 15-9. Успевает подстраховать Фойда Игровщика. Но Валентин Парилов перехитрил волейбуристов, стоящих на задней линии. 10-15. Не успел на этот мяч Николай Павлов. Кребывательный взгляд. Взглядом посмотрел на своего брата Сергея Павлова. 15-10. 10-15 на подаче в Средниколымский район. 16-10. Сергей Павлов зарабатывает 16-е очко. Высокая подача. Нападающий удар в исполнении Сергея Лаптева. Ошибается Сергей Лаптев. Силы на исходе. В конце третьей партии Егор Сукулов подает. Поторопился на этот мяч Андрей Бережнов. Пролетел. Александр Петров отыграл в третьей зоне. 19-11. Нергун Тарасов. Подключает вторую линию Нергун Сивцев. Егор Сукулова. И 20-е очко выигрывает команда Алекминского Улуса. 11-20 тайм-аут команды Средниколымского района Улуса. Субтитры создавал DimaTorzok Третья партия. Счет 20-11. В пользу команды Алекминского Улуса. Замена в команде Средниколымского района. Место игрока номер 3 Андрея Бережнова. Егор Сукулов. Готовится к подаче. Вышедший на замену Вадим Бандеров не справляется нападающим ударом. И снова Вадим Бандеров посылает на этот раз мяч в аут. Высокая передача с глубины площадки. Проверили теперь Сергея Лаптева на приеме. Который также совершил ошибку. 22-23-11. 23-11. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Замена в команде Алекминского Улуса. Александр Петров. 24-е очко зарабатывают волейболисты Алекминского Улуса. Александр Петров на подаче. Готовится к силовой. Справляется с приемом. К сожалению, 10-й номер Игорь Тырылгин. 2003-го года рождения. Третью партию со счетом 25-13. Выиграла команда Алекминского района. 25-е очко выигрывает Алекминская команда. Победа одержала команда Алекминского района. И выходит в одну четвертую финала. Поздравляем команду Алекминского района. С выходом в одну четвертую финала. И с победой! Алекминский район. Уважаемые телезрители, начинаем четвертую встречу второго спортивного дня соревнований восьмых спортивных игр народов Якутии «Барагонцев-2022». На площадке встречаются сборные команды Татинского и Намского улусов, группа «Б». Представлю. Приглашается стартовый состав команды Татинского улуса. Номер один Сергей Голоков. Представляет стартовый состав Татинского улуса. Номер семь Ян Попов. Номер девять Руслан Домиденко. Номер восемнадцать капитан команды Иван Латапа. Номер пятнадцать Алексей Аугатенов, либерокоманды. Номер семнадцать Николай Находкин, либерокоманды. Представили стартовый состав сборной команды Татинского улуса. Приглашается на площадку стартового состава Намского улуса. Номер один Никита Бачура. Номер пять Семен Васильев. Номер девять Руслан Афунасиев. Номер десять Павел Абутов. Номер двенадцать Марк Васильев. Номер тринадцать Хайстен Жирков. И номер двадцать два Берганиманов, либерокоманды. Представили основные составы сборных команд. А я вам представлю судей данной встречи. Первый судья Захаров Говорил, вторая категория город Якуцк. Второй судья Афанасьев Семен, первая категория город Якуцк. Секретарь встречи Иванова Айлитов, вторая категория город Якуцк. Помощник секретаря Слепцова Саина, Нигана Конголаский, улус. От этой встречи зависит выход из группы. Вчера встречались сборная команды Чуропчинского и Татинского улусов. Татинская команда выиграла Чуропчинский улус со счетом 3-1. Вторую встречу проиграли Намскому улусу. Поэтому сейчас будет битва за выход в следующую группу. За выход из группы. Счет 0-0. Свисток прозвучал. Первое очко зарабатывает Руслан Афанасьев. 1-0. Васин Зурготов. Главный тренер сборной команды Намского улуса. Седьмой номер Ян Попов. Сборная команды Татинского улуса. Зарабатывает первое очко для своей команды. 18-й номер на подачу это Иван Потапов. Капитан команды. Павел Абутов попадает в поле. Эти обе команды сравнительно молодые. Здесь присутствуют игроки 2003 года рождения. Есть игроки 2004 года рождения. В команде Намского улуса и Татинского улуса. В ходе игры я буду вам доводить сколько лет молодым нашим перспективным волейболистам. Трос попадает в Докторов Янсен. Пятый номер. И счет становится 4-1. Ян Попов. Очень эмоциональный, молодой, перспективный волейболист Татинской команды. Играет в третьей зоне. Руслан Давуденко. 99-го года рождения. Метр девяносто один. Блоком закрывают Сергей Голоков и Ян Попов. Павла Абутова. Грамотный блок. Не оставили Павлу Абутову шансов. 3-4. Марк Васильев. Первый темп. Еще раз. Остается мяч в игре. Не успевает реагировать на этот мяч Ян Попов. Павел Абутов идет подавать. 5-3. Павел Абутов. Павел Абутов. Один из лидеров команды Намского Улуса. ошибается при подаче Павел Абутов. Павел Абутов. 4-5. Павел Абутов. Павел Абутов. Павел Абутов. Павел Абутов. После подачи еще остается 5-6. Доктор Уфьянсен, 2003 года рождения. 19 лет. Третий номер. Денис Слепцов выигрывает шестое очко. Счет 6-6. 6-6. Команду из «Намского» устраивает только победа. Марк Васильев выигрывает очко. Сам идет подавать. Замена в команде «Татинского» устраивает. На площадке вышел игрок под номером 23, заменив игрока под номером 5. Это у нас Олег Малышев. Хороший прием. Хороший атакующий акцентированный удар в исполнении «Намских» тактинских волейболистов. Это у нас Денис Слепцов. Здесь необходимо поблагодарить Яна Попова, Голокова Сергея, который грамотно, очень аккуратно довел мяч до своего связующего. Он, к сожалению, ошибся при подаче. 8-7. 8-7. Мяч на стороне «Намской» команды. Ошибся в приеме «Либера» команды «Татинского» «Луса». На этот раз с приемом «Либера» справляется. Счет 10-7. 10-7. Счет. Руслан Давыденко попадает в аут. Семен Васильев. На этот раз чехляк. Дениса Слепцова. Счет уже становится 11-7. Успевает Берген Иванов на этот сброс. Хороший удар демонстрирует Руслан Давыденко с четвертой зоны при одиночном блоке. Двойной блок пробивает Руслан Давыденко. Денис Слепцов. На подаче. Аут. Показывает линейный судья. Пасует обратно Павлу Абутову. Остается мяч в игре. Ян Попов не стал рисковать. Мяч доводится до связующего. Руслан Давыденко. И при постановке блока касается сетки блокирующей команды намского улуса. Да, тройной блок, опускаясь, коснулись сетки, ребята. 18-й номер. Иван Потапов. Хорошая подача. Одиночный блок в исполнении Олега Малышева. Не стал рисковать Павел Абутов. Накатил за блок. И нашел незащищенное место. На площадке соперника. Девятый номер. Руслан Афанасьев. На подаче. Блок выигрывает 10-е очко в Таттинской команде. Счет 10-13. Руслан Давыденко и Ян Попов заблокировали Павла Абутова. К сожалению, ошибается при подаче Руслан Давыденко. Руслан Давыденко и Павел Абутов на подаче. Низко по высоте мяч для Яна Попова. Руслан Давыденко и Яна Попова. Руслан Давыденко и Ян Попов. В Таттинской команде буквально недавно Сергей Голоков, Янсен Докторов, Ян Попов играли в юношеских соревнованиях. Выступали, защищали честь своего района, республики. Очень много моментов, когда мяч переходит, перелетает через сетку. Не блокируют данные мячи. Здесь то же самое, наоборот, отходят от сетки. Сергей Голоков, номер один. При счете 11-18 тайм-аут берет команда Таттинского Луса. Мотивация у намских волейболистов должна быть на высочайшем уровне. Проигрыш. И выход 1-4 финала. Намская команда у нас одна из поколованных команд. Сергей Голоков пробивает защиту сборной команды Таттинского Луса. И приносит своей команде 12-е очко. Прием исполнил Павла Абутова. Нападение отличился. Пятый номер. Семен Васильев. Немного не успел Руслан Давыденко оставить мяч в игре. Отведенный мяч, отведенному мячу атакует Семен Голоков. И приносит очко своей команде. Ровно попадает в край линии. Сергей Голоков. Первый номер. 2003 года рождения. Рост 1,81 м. Семен Васильев на подаче. Сюда в безобидной ситуации ошибается Руслан Давыденко. К сожалению, ошибается Семен Васильев на подаче 14-21. Руслан Давыденко. Судья на вышке зафиксировал ошибку. И мяч переходит на сторону тактинских игроков. 12-21. Павел Абутов рассердился. И выиграл 23-е очко. 22-е очко. Дважды не смог пробить Руслан Давыденко блок. Но все равно выиграл очередное очко. Направив мяч от блоков Аут. Своим мощнейшим ударом. Улетает мяч. 17-22. 17-22. Каждое действие апеллирует судья и волейболисты обеих команд. При счете 18-22. 22-18. Таймаут берет команда Намского Улуса. Таймаут берет команда. 18-22. 18-22. На подаче 18-й номер Иван Потапов. Депутат команды. Так он справляется с эмоциями после перелива. Мяч улетает в Аут. 23-е очко зарабатывает намская команда. 23-18. Сергей Голоков подключается второй линии. Вау отправляет мяч Никита Бачуров. 19-23. 19-23. 19-23. 19-23. И оставит мяч в защите тактинские волейболисты. После сильного удара Павла Абутова. 24-19. Одно очко отделяет от победы намскую команду. Хороший, мощный удар в исполнении Сергея Голокова. 20-24. Очень хорошо, что подрастает ряд командовых волейболистов. В тактинской команде через год, через два, мы не будем комминировать. 25-е очко приносит своей команде Семен Васильев. За счетом 25-20 первую партию выиграла команда, сборная команда намского Улуса. Как раз образовалась брешь между Блоком и Семен Васильев находят вот эту лазейку. Ван Турнин дает рекомендации своим воспитанникам. Это практически все его воспитанники. На подходе также ребята более молодого возраста. Активные участники первенств республики по годам. Ван Турнин. Продолжение следует... 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 Никита Бачуров. Второе очко подряд в своей команде Никита Бачуров. Сброс в шестую зону. И очко в копилке намской команды. Руслан Анасов на подаче. Поле. Попадает Руслан Анасов. Растерянный взгляд у Сергея Голокова. Просто проводили глазами волейболисты подачу Руслана Анасова. Аут. 7-9. Успел подстраховать своего нападающего Руслан Давыденко. Павел Абутов. Трох. Попадает мяч. Руслан Давыденко. Хороший прием в исполнении Горгена Иванова. Такой же хороший акцентированный удар демонстрирует Павел Абутов. 10-8. После хорошего приема идеальная доводка исполнения Аршина Жирготова и Павел Абутов сделал свое дело. Отведенный прием. В антенну попадает Сергей Голоков. 11-8. Привозился к переходящему мячу Семен Васильев. При счете 8-12 Таймау команда Татинского Улуса. Спонсором нашей трансляции является Центр недвижимости Триумф Инвест который занимается продажей, покупкой любой недвижимости и строительством частных домов. Центр недвижимости Триумф Инвест воплощает мечты в реальность. Ребята нам с этой командой выходят на площадку с хорошим приподнятым настроением. Начало все получаться. Победа в первом сете в кармане во втором сете ведут в счете Павел Абутов на подаче прием блок зачислили Олега Малышева 13-8 Хотя Марк Васильев не успел перенести руки в сторону соперника Сергей Голоков атакует К сожалению Павел Абутов нападает со второй зоны ошибается посылает мяч в аут 10 9-13 резкий сброс в исполнении Никиты Бачурова Сетков 14-9 и группа номером 7 задел коснулся сетки 14-9 разрыв потихоньку увеличивается ошибок у тактизской команды становится больше Замена команде Татинского Луса вместо игрока номер 18 на площадке уходит игрок номер 21 Арьян Турнин Замена связующего Семен Васильев выигрывает очко не успевают с постановкой блока татинские волейболисты к сожалению подскальзывается связующий сборной команды татинского Луса Арьян Турнин вышедший на замену Самое главное чтобы не было ушибов Возвращается на площадку игрок под номером 18 Иван Потапов капитан команды у нас на табло счет 17-9 Блок Блоком выигрывает 10-е очко команда из Татте 10-17 А нападал пятый номер Семен Васильев Олег Малышев вышедший на замену Леско сбрасывает мяч капитан команды 18-й номер Иван Потапов находит брешь и руки на площадке 11-17 Олег Малышев 2004 года рождения самый молодой игрок тактинской команды метр 82 Сергей Голоков Замена команды Таттинского Луса место игрока номер 1 заходит игрок номер 2 Гаврил Власов место игрока номер 1 Сергей Голоков на площадку вышел игрок под номером 2 Гаврил Власов 18-11 нападщик Манхатсинского Луса Намского Луса Благау вышедшего на замену Гаврила Власова еще становится 12-18 Гаврил Гаврил Власов Коля попадает мяч ровно в линию Судья на лужке все видит и снова попадает именно в 9 ровно в 9 метр и при счете 18-14 тайм-аут берет команда намского Луса Гаврил 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 За локоть держится либерокоманда Татинского и Луса. У нас Николай Находкин неудачно упал, что ли. Но у них есть счет запасной. Гаврил Гласов продолжает подавать, счет 17-18, заблокировали переходящий мяч. Семен Васильев успевает на эту передачу укороченную. И счет становится 19-17. Семен Васильев подает, не прощает таких ошибок Павел Лаботов и увеличивает разрыв до трех мячей. Возвращается на площадку игрок номер один Сергей Голоков. При счете 17-20 Таймау в команде Татинского и Луса. Корректор А.Кулакова Субтитры делал DimaTorzok Семен Васильев готовится подавать Отведенный прием Руслан Давуденко Еще раз ему пас Поля показывает линейный судья Соглашается с этим решением Судья на вышке 18-20 Хорошая доводка Закрыли блоком Павла Абутова Вау Направляет мяч безобидной ситуации Руслана Фанасьев 19-20 Хотя там данный участок Площадки контролировал Денис Слепцов 19-20 Чуть-чуть не хватило Сергею Голокову оставить мяч В игре 21-19 22-19 22-19 Зарабатывает Команда из Намского Луса Техническим действием Блокированием нападающего На этот раз Руслан Давуденко Находит Лазейку В блоке И делает счет 19-22 20-22 Семен Васильев Стоя на задней линии Площадки Ошибается В приеме Больший прием Павел Абутов Мяч отскакывает От блока 23-е очко Зарабатывает Команда Намского Луса Блеска Победе В этой партии Ошибается 24-21 Ошибается Седьмой номер Ян Потапов Мяч оказался у него На стороне Не смог Достать 24-21 Руслан Давуденко За последние Минусы Заработал Два очка Для своей команды При счете 22-24 Команда Намского Луса Берет Тайм-аут Не рискует Мяч Круглый Мяч Круглый Мяч 24 Руслан Давыденко усложнил подачу Вау Улетает мяч после удара Марка Васильева 23 24 Ошибается Руслан Давыденко Вторая партия со счетом 25-22 Свою радость Выиграла команда намского луса Проявляет Берген Иванов Пробежался вокруг площадки 2-0 В встрече Комфортный задел Делали для себя Намские волейболисты Перед третьей партией Субтитрыð Пророче Субтитры Продолжение следует... 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 Пятый номер. Семен Васильев пробивает двойной блок. Не успевал к этому удару центральный блокирующий. Прочистик удар получился на приодиночном блоке. Марк Васильев отдает грубая ошибка в исполнении Докторова Янцена. Не добросил мяч. Марк Васильев продолжает подавать. 8-5. Перестарался Марк Васильев. Мяч улетает вау. Шестое очко зарабатывает команда Татинского Улуса. Аккуратно сбрасывает мяч девятый мемор Алистана Атанасьев. Замена команды Татинского Улуса. Мест игрока номер 5. На площадку выходит игрок номер 23. Олег Малышев. Замена в команде Татинского Улуса выходит на площадку игрок под номером 23. Олег Малышев. Вот он перед вами. Второй судья мы вводим в порядок на снимете запасных. 6-9. Ошибка игроков команды Татинского Улуса. У нас Павел Абутов пересек среднюю линию площадки и перекинул мяч вау. 7-9. Скидка в исполнении Арсена Зорготова. Ошибка игроков команды Татинского Улуса. Ошибается Павел Абутов. Мяч посылает вау. 8-9. Разрыв в счете сократился до минимума. На подаче Руслан Давуденко. Хороший прием высокий. Перехитрил Павел Абутов блокирующих Татинского Улуса. 10-8. Сергей Гулаков ошибается. Немножко был отведенный мяч от сетки. На площадку выходит игрок номер 2 Гаврил Гласов. Он тоже выходил во второй партии. Заменил он Голокова Сергея. Олег Малышев справляется с приемом. Восемнадцать вес. При счете 8-12. Таймаул в команде Татинского Улуса. При счете 8-12. Таймаул берет команда Татинского Улуса. Таймаул в команде 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 Татинского Улуса. Ликуют игроки команды «Намского улуса». Обратная замена в команде «Тактинского улуса». Возвращается Сергей Голоков на площадку. Между тем Айсел Зарготов продолжает подавать. Ошибается Павел Абутов. Хотел очень тонко сыграть. Сбросить мяч во вторую зону. Но ошибся. 9-13. Пересчет отведенный мяч. Ян Попов. Измахивает мяч. Направляет его в первую зону. Защищенный мяч. Пришлете 13-10. Тайм-аут берет команда «Намского улуса». « thirty-чет.» Готови! Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это у нас Денис Липцов Стоял в первой зоне Денис Липцов Очередной раз ошибается Руслан Давыденко При подключении к атаке Мяч улетает далеко в аут Но тем временем разрыв в счете увеличивается И снова захромает доводка у тактинских игроков И не успевает на этот мяч Сергей Голоков Но и не менее грубые ошибки совершает Павел Абутов Не успевал на эту передачу Павел Абутов Одиннадцать пятнадцать При таком счете Подает капитан команды Иван Потапов Амар Васильев делает свое дело Аккуратно и надежно забивает шестнадцатое очко Павел Абутов Павел Абутов Павел Абутов Посылает мяч в аут Пробивает Семен Васильев в блок 17-12 Ян Потапов Ян Попов И Олег Малышев Блокировали Семена Васильева Надежное нападение в исполнении Павла Абутова 17-12 При счете 12-18 Тайм-аут в команде Татинского Луса При счете 12-18 Берет тайм-аут Команда Татинского Луса При счете 12-18 Счет на табло 18-12 На подаче Никита Бачуров Еле оставляют мяч в игре Татинские волейболисты От рук Олега Малышева Мяч улетает в аут 19-12 19-12 Замена команды Татинского Луса Вместо игрока номер 23 Заходит игрок номер 25 Янсон Докторов Команда Татинского Луса Команда Татинского Луса Близка К победе в этой партии Я не думаю то что они Дадут догнать себя Эйс 20-12 20-12 Стандартное нападение Демонстрирует Демонстрирует Симон Васильев Зарабатывает 21-ое очко 21-12 21-12 Команда Изнамского Луса Ведет В третьей партии Один из немногих Эффективных атак В исполнении Руслана Давыденко 13-21 Ян Попов Седьмой номер Симон Васильев От души Приложился К этому удару И выиграл 22-ое очко 22-13 14 очко зарабатывает Денис Лепцов. 14 очко зарабатывает Денис Лепцов. 15 очко зарабатывает Денис Лепцов. До пола доходит и мяч. 15-22. Блок смещает нападающий удар Семена Васильева. Мы не разобрались на задней линии игроки Таттинской команды. 23-15. 22-15. 24-15. 24-15. 15-15. Команда из Намского Улуса выполняет программу «Минимум», выигрывая команду Таттинского Улуса. С счетом 3-0. Аут. Семен Васильев посылает в аут. 16-24. Осталась одна подача. Один мяч. Руслан Давуденко дарит 25-е очко. С счетом 25-16. И команда Намского Улуса выигрывает третью партию с счетом 25-16. Счет в партиях 3-0. Поздравляем команду Намского Улуса с победой. Волейболисты благодарят своих активных болельщиков. Так и должно быть. «Глядь смысл», «Глядь смысл». «Минимум», «Гльких». «Глядь смысл». Продолжение следует...